Да ну нафиг! Блин, ну сейчас должны генераторы врубиться. Ждем. Раз, два, три. Ого! Ого! Вот так лучше. Ну с этим надо что-то делать. Это не дело. Не-не-не-не. Это не дело. Всем здорова! Сегодня сделаем прикольную дизайнерскую штуковину. В то же время очень полезную. Погнали без разговора. Для начала надо выбрать подходящую дощечку. Выбирал так, чтобы было без сучков и как можно больше расстояния чистого. Отмеряю подходящую длину. Размечаю с помощью угольника и карандаша. На своей торцовке отпиливаю размеченное. Зажимаю в свои новые тиски крепко-накрепко. Решил сегодня работать ручным рубанком, чтобы не ошибиться не в один миллиметр. Слава богу сосна точится очень хорошо и очень приятно. На своем шлифовальном станке обработал все торцы, после чего начал размечать центр. Разметку надо нанести ровно по центру, отступив с краев по 2 см. Для работы выбрал новое сверло на 16 см по дереву. Хорошо разметив и зафиксировав тиски на сверлильном станке, установил свою дощечку и начал сверлить. По-хорошему бы это можно было сделать и фрезером, но глубина не позволит, так как глубину нужно почти до самого низа, не доходя пару сантиметров. После 10 минут работы на сверлильном станке получилась вот такая вот дощечка без внутренностей. Работа часто захватывает с головой и банально на приготовлении еды просто не хватает времени. У меня есть помощник, за меня готовит гриль Redmond. Приборчик 3 в 1 и гриль, и барбекю, и духовка. И все умеет сам. Для режима духовки и запекания есть специальный поднос. И покрытие антипригарное, тут крепкое, ничего не подгорит. А выбрать блюдо можно в приложении «Готовим с Redmond». Здесь мясо, овощи, колбаски, даже выпечка. Тут аж 7 автоматических режимов. Но я хочу рыбу, тем более, что гриль сам определит толщину куска и время приготовления. Нужно задать степень прожарки и дальше он сам. Нагревается моментально до 240 градусов. От такой ровной температуры результат – румяная корочка на рыбе. Вот готова корочка какая. Не отходя от кассы. Это просто божественно. Прям как в ресторане отвечаю. Кстати, если что, на большую компанию поверхность жарки можно увеличить в 2 раза. А купить гриль можно на четверть дешевле. Со скидкой 25% по промокоду МАСТЕР. Ссылку оставлю внизу под видео. До идеала довел стамеской. Нашел кусочек фанерки и на шлифовальном станке закруглил у нее углы. На принтере распечатал фигуру в виде следа собаки. Теперь задача перенести ее на эту дощечку. С помощью крестиков наношу разметки, где будут сверлить тонким сверлом. Сверлить надо до конца, то есть просверлить оба слоя, чтобы эти просверленные отверстия отпечатались с той стороны. После чего с той стороны обвел все карандашом. С помощью фрезера и маленькой самой фрезы убираю все лишнее. Работать приходится очень аккуратно, потому что стенки очень тонкие и отверстия находятся рядом. Выпилил с двух сторон. Теперь все обрабатываю напильником и шлифую наждачкой. С помощью горелки придаю свой стиль. Продолжение следует... Сегодня решил покрыть свою поделку маслом твердым от компании Торговый дом Мартьянов. Очень качественные масла и воски для дерева колеры, ссылку оставлю в описании, там будет скидка 10%. После того, как нанес масло, нужно дать ему маленько впитаться, после чего все лишнее убрать. Пока оно впитывается, я решил сделать отверстие сбоку для подводки питания. Остались сущие мелочи. Ту фанерку, которую я закруглял, теперь немного подпалю и прибью снизу, к своей дощечке. Сегодняшняя поделка, согласитесь, очень приятно выглядит. Очень круто. Я даже, наверное, оставлю ее себе. Как бы смешно ни казалось и не звучало, но сегодня жена увидела и попросила себе. Если вам понравился сегодняшний видос, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.